Здравствуйте, меня зовут Светлана Останко. Я мастер декора с многолетним опытом. Свой youtube канал я открыла для того, чтобы показывать декоры в разных ракурсах, то есть это небольшие стенки, это может быть что угодно в интерьере, любые элементы декора, в том числе двери, которые мы будем сейчас делать, арки, то есть очень много чего, декор это не только одни стены. Это очень интересно, приглашаю вас смотреть мой youtube канал, а сегодня мы будем делать, декорировать деревянную дверь. Она у нас уже простояла много лет, хорошего качества дверь, но хозяевам уже не нравится темный цвет. В моде белый, серый, а темный такой рыженький никому уже не нравится. И мы сейчас будем с помощью материала фирмы Феедал, с которым мы сотрудничаем уже много лет, мы будем декорировать эту дверь. Красочка именно от латекс и вельвет. Окрашиваем двери в белый цвет для начала. Для начала мы их вообще подшпакливали. Вот эти все дырочки, все подшпакливали, чтобы нам это все уже не мешало, было все красиво. Мелкой наждачкой убрали блеск, во-первых, и все крошечки, которые здесь были. И красим. Красим обычно валиком, велюровым. Ничего хитрого. Продолжаем дальше делать наши двери. Мы их уже окрасили. В нашем случае пришлось красить три раза. Двух недостаточно было. И у нас остаются отвалика, небольшая шебрень, крошечки, двести сороковая наждачечка. Шебрень мы совсем всю не убираем, но крошки в обязательном порядке нужно убрать. Дальше нам понадобится сам непосредственно материал вельвет. Мы его развели процентов где-то пять водой и наносим уже на двери. Сначала наносим серединки на все филенки. Наносим не очень маленькое количество, чтобы нам было материал для того, чтобы рисунок создался. Теперь берем самый шпатылечек для дерева и рисуем. Не имеет значения хоть сверху вниз, хоть снизу вверх. Лишь бы вас устраивал тот рисунок, который вы делаете. Тонкой кисточкой можно подправить, где что-то вас не устраивает. Подправить в самих филенках, чтобы было красиво. Я для этого взяла мягкую кисть, чтобы не оставалось таких некрасивых следов. Продолжение следует... Если вы где-то вылезли на другую поверхность, которая будет делаться позже, лучше всего попротирать, чтобы у нас впоследствии не оставалось лишних наплывов. Здесь вот здесь вот осталось, иначе мы испортим следующую госточку. Вот такие красивые двери у нас получились. Покрытие очень прочное. Хорошо умывается. И даже если каким-то образом вы сумели повредить покрытие, его очень легко реставрировать и привести в первоначальный вид. Дверей у нас много, но все показывать не будут. Также хорошо смотрятся двери со стеклом. Покрытие. Продолжение следует... Пробуйте делать сами. Всем удачи! Пока!